Доброго времени суток дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! Прямо сейчас мы едем за закупками для пожарных Чернобыльской зоны, за помощью. Купим им все необходимое, нужны банально просто носки, потому что ребята там уже несколько суток находятся. Нужны продукты, нужна вода бутилированная и нужно топливо. Сейчас мы все это будем закупать за ваши донаты. Спасибо вам огромное, друзья! И едем прямо туда, на КПП детятки, на КПП зоны и будем передавать все непосредственно в руки. Прошу Штука! Привет! Привет, Антоха! Это вместе идем. Покупать продукты пожарному. Погнали! К счастью, дорогие друзья, к нам подключились наши друзья-сталкеры. Подключились официальные гиды. Антон и Света, Ян. Все сейчас несут большой вклад в помощь. Мы закупляем носки, потому что у пожарных даже носков нет. Сколько суток? Раз-два-два. Ну давайте суток 20. Да, ребят, представляете, элементарно просто носки нужны, потому что ребята там пожарные уже несколько суток. Просто не выезжая, они просто спят прямо там в машинах или на земле. Короче, это, ну, это жесть. Короче, вот у нас общая сумма какая получилась у нас и у Антона. Надеюсь, нам хватит на какую-то существенную помощь. Салфетки берем, ребят. Да, лучше взять, наверное, подешевле, но побольше штук. Так, приступаем к закупке еды для пожарных. Это крекер типа, да? Ребята просили, что им необходимо, чтобы у них было в отрушении потребности, что какие-то... Ты надо считать свою корзину. Хоть чем-то подкрепиться, ребятам пожарным. Сладкое как раз просили, ребята. Так что возьмем, да, бисквитов. Я думаю, что это будет как раз им очень кстати. Смотрите, всем таких. Видите, там много и 400 человек. Берем вообще все продукты, которые можно просто взять и сразу же кушать. Потому как, ну, сами понимаете, готовить просто нет возможности у пожарных. Нужно хотя бы чем-то подкрепляться, для того, чтобы иметь силы для дальнейшего тушения этого сильного пожара в зоне. Всякие там каши, тушенки можно брать. Сейчас там туристы. Держи. Легальная лима. Дети платим китайцы, а те попрощение. Так. Десять кетчупов. Кетчупов взяли, ребятам. На самом деле, самая основная сумма денег, которую вы задонатили, ребят, она пойдет на топливо. Для пожарных автомобилей. Колбаски взяли, ребятам. Поскорее нам нужно будет уже мчать на КПП, зону отчуждения, чтобы передавать это все. Чек, ребят, на видео. Где общая сумма? Вот сумма 6400. Это мы купили продукты. А сейчас едем в магазин, в эпицентр строительный. Там берем канистры. И после этого будем заправлять топливо и везти уже на КПП. Сейчас, дорогие друзья, мы заехали в строймагазин. Сейчас нам нужно взять здесь канистры, для того, чтобы набирать в них топливо и везти уже на КПП. Сейчас заправляют все наши 10 канистр, которые мы купили бензином. Вот, и будем отвозить. Это как-то жеркло на побыль. Прочует. Может кто-то двигается? Тереметры сюда нет. Далее, направо. Куда? Налево. Вот основное КПП уже Чернобыльской зоны. КПП детятки. Ну, друзья, вот мы уже на КПП детятки приехали. Вот здесь журналисты уже снимают репортаж. Собственно, вот сам КПП, полиция. Сейчас встретимся с человеком, который уже передаст все, что мы купили, передаст, собственно, и отвезет пожарным. Так, ребят, вот наша гуманитарная помощь, к которой мы привезли продукты и горючее. Ребят, благодаря вам просто здесь большое количество горючего. Вы знаете, что горючее сейчас дорогое. Почти вся сумма ушла сюда. Чеки есть, мы все сфотографировали и потом выложим отдельным видео. Или сейчас. Если Стас смонтирует, покажем. Помимо горючего, привезли много продуктов. Консервы, сладости всякие. Ну, короче, здесь все. Мясное там. И собачкам корм не забыли. Еще два пакета больших. Потому что сейчас карантин, людей нет, никому особо кормить. И туроператоры Антон, Ефименко, Света и Ян. Мы все собрались. И Чернобыль-тур здесь. И салоисты были. И сейчас журналисты на КПП. Все собрались и помогают. Пожарные будут дежурить еще здесь минимум неделю, а то и две. Трава сухая. И полиция выяснила, что были подпалы. То есть будут дежурить и полиция, и пожарные, и лесники. Им нужна помощь, нужна поддержка. Потому что на выходные, походу, их никто домой не отпустит. Вот это такое КПП детятки. Его отстроили. Футуристическое здание получилось. Чернобыльская зона Вечужиня написана. Это здание Ацетиза. Заносим сейчас топливо, продукты. Там дальше зона отчуждения. Вот это люди попривозили все. Неравнодушные. Штаб ликвидации, так сказать. Вон Света несет самое главное. Корм собакам. Антон, Стас, все пошли. Ян. Огромное спасибо вам за подводный. Правда, очень сильно помогаете. Да, особенно когда нет времени, тоже перекусить по минимуму, даже середу. Спасибо большое. Все доходит. Заебись. Ваша помощь. Спасибо. Спасибо вам, мужики. Спасибо и вам. Спасибо. Друзья, вы часто спрашиваете, сейчас отвлекемся от темы, вопрос по тому, как попасть в зону вообще. С кем поехать. Вот человек Антон Юхименко. Его фирма Чернобыль Зон. Радиоактив Тим. Я оставлю ссылочку под этим видео. Заходите на сайт, увидите там цены, поездки, куда можно поехать, когда можно поехать и все остальное. Лучшие поездки в зону вот именно с радиоактивной командой. Спасибо большое всем этим людям, которые приехали. Это неравнодушные люди, которые действительно хотели помочь Чернобыльской зоне, для того, чтобы там хоть что-то уцелело. Это салоисты приехали тоже. В Чернобыль пурю в этот первый был. Спасибо всем, ребята, огромное за помощь. Он такой салоистый, я знаю, она спратила там за... Дорогие друзья, мы приехали к селу Мартыновичи. Вот это мост знаменитый. И вот за этим мостом уже начинается зона. На этой стороне не зона, на той стороне уже реки Уш, уже Чернобыльская зона отчуждения. Вот там в конце моста частенько дежурят пограничники, либо полиция по охране зоны. И как только сталкеры переходят, их сразу вот там ловят. Ну, точнее, случаются такие случаи. Вот вы видите здесь гарь. Видите, есть кусочки обгоревшие вот такие. Здесь тоже был недавно пожар. И мы очень надеемся, что его затушили. Он, к сожалению, перекинулся на ту сторону реки Уш. И некоторые села, такие как Весняны, Будо-Воровичи, Мартыновичи, возможно, зацепило немного огнем. Мы точно не знаем. Так что будет ясно попозже уже, какие именно села мы потеряли. Радиационный фон около села Мартыновичи, вот около границы зоны, в норме. Сегодня 14 апреля 2020 года. Вот, все нормально, не переживайте. Фон не поднялся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова